Здарова, ребята! Настало время поговорить про новые утечки касаемо айфона 15, ну в основном, конечно же, айфона 15 про. Перед началом видео прошу вас подписаться на наш телеграм-канал, там самые актуальные, быстрые, свежие новости из мира Apple, ссылочка в описании. На дворе у нас апрель, и мы с вами уже знаем практически, как будет выглядеть линейка айфонов 15. Ну, я даже боюсь представить, что будет летом, когда выйдет свежий iOS 17, который 100% в коде найдут упоминания касаемо айфонов 15, 15 про, может быть, даже касаемо, кстати, и айпадов ультра. Давайте начнем с того, что iPhone 15 про будет иметь самые тонкие рамки в линейке вообще всех смартфонов на этой планете. Известный инсайдер Ice Universe сказал, что iPhone 15 Pro Max получит самые тонкие рамки среди всех смартфонов толщиной 1,55 мм. На секундочку, сейчас у нас с вами рекордсменом в этой борьбе за тонкие рамки является Xiaomi 13, у которого толщина рамок 1,81 мм. Ну, и Apple хочет побить рекорд и сделать смартфон с самыми тонкими рамками, я так понимаю, действительно это важно, я, наверное, что-то в этом мире не секу, раз мне в комментариях пишут про эти рамки, вообще в интернете очень много разговоров, что смотрите, в ваших айфонах 14, там 12, 13 большие рамки, ты ничего не понимаешь, мы хотим телефоны безрамочные. Ну да ладно, подумал я, как бы хорошо, будет такой вот у нас с вами интересный новый 15 Pro Max с самыми тонкими рамками среди всех смартфонов, наверное, это даже больше, знаете, для красного словца на презентации, а так, по большому счету, да пофиг, какие там рамки. Неприятные слухи о том, что цена будет расти на Pro модели, ну это не мудрено, во-первых, кризис полупроводников, во-вторых, все те технологии, которые я буду говорить дальше в видео, естественно, будут удорожать новый айфон, там USB Type-C тот же самый, да, новый процессор A17 Bionic, это не может все стоить точно так же, как и, допустим, год назад, когда выходил новый вот этот 14 Pro телефон. Надо быть готовым к тому, что цена будет примерно на 100 долларов дороже, но, опять же, мы не знаем, что там будет Pro, Pro Max, Ultra, про Ultra мы сегодня говорить вообще не будем, исключительно только про Pro, Pro Max. Так что готовьтесь, цена, скорее всего, на 100 долларов вырастет. Если вы посмотрите предыдущие версии айфонов, когда выходили, да, цена становилась дороже, и это нормально, но зато потом, через год-два, ну, в основном, наверное, года-два, цена опять идет вниз, естественно, на эти модели и, в принципе, имеет смысл обновляться с каких-то там своих старых айфонов. Айфоны 15 Pro, 15 Pro Max могут получить новые кнопки тактильной отдачи, моторчик Taptic Engine будет отвечать. За это, собственно, точно так же, как и кнопка Home в айфоне 7 и 7+, ну и 8, 8+, SE 2-го, 3-го поколения. Также качельку громкости могут убрать, и, собственно, будет точно такая же кнопка, которую ты нажимаешь, звук исчезает, нажимаешь опять, звук появляется. Какая-то вот такая вот есть утечка, кат-файл даже есть на эту тему. Причем есть интересный нюанс, что эта кнопка может не только нажимать плюс-минус, да, отрабатывать моторчиком, но и также вы можете делать свайпы, как на AirPods Pro 2-го поколения, и также звук будет меняться от плюса к минусу. Это, знаете, наверное, даже удобно, чем просто вы берете и вот так вот тыкаете эти кнопки, так просто свайп провел, сделал тише, провел свайп вверх, сделал громче. В принципе, наверное, даже так прикольно. Кнопка включения-выключения устройства также может стать твердотельной, и получается, что у нас вообще в айфонах не останется никаких механических кнопок. Но есть интересный нюанс, если айфон выключен, получается эта кнопка неактивна. И вот здесь вот есть у меня мысль, ну и также инсайдеры все это подтверждают, что будет какой-то специальный, возможно, выделен момент в вспомогательном чипе, который будет отвечать за эту кнопку. Ну, потому что по-другому быть не может. Ну, а на обычных айфонах 15 и 15+, все кнопки останутся механическими. Здесь, в принципе, все так и должно быть. Также в айфон 15 Pro, 15 Pro Max могут добавить экшн-кнопку, собственно, точно такую же, как у нас есть с вами в Apple Watch Ultra. И на эту кнопку вы можете кидать либо какой-нибудь шорткат, либо открытие какого-то приложения. Но, кстати, было бы очень удобно на эту кнопку повесить, например, фонарик или запвор камеры. Кстати, тоже было бы прикольно. Вариантов использования этой кнопки достаточно много, но, мне кажется, опять же, это будет исключительно, да, только в Pro моделях, потому что надо как-то, да, еще больше раздвигать эту линейку, как-то ее продвигать. Ну, кстати, может быть, это и в Ultra iPhone будет, но я что-то сомневаюсь. Так что вот такая вот кнопка, экшн-кнопка, ждите, я думаю, что она процентов 90 появится. Новый режим энергосбережения также может быть представлен во всей линейке новых айфонов. Это не то, что ваш айфон может работать там в режиме энергосбережения достаточно долго. Нет, это на случай, если, когда ваш айфон разрядится, еще большее количество времени он будет поддерживаться каким-то резервным зарядом батареи, чтобы его вы смогли найти в приложении Локатор. Ну и также этот режим высокой энергосбережения может отвечать за кнопку включения-выключения устройства. Так что такое, грубо говоря, две функции, да, Локатор Find My будет дольше видеть ваш айфон в том месте, где вы его оставили. Ну и также питать эту кнопку включения-выключения. Мне кажется, это очень даже прикольно, такая, знаете, незаметная функция, но она реально может облегчить вам жизнь. Dynamic Island будет, скорее всего, во всех моделях айфонов 15, это не может и не радовать. И версия Dynamic Island, давайте скажем так, вторая версия этого чудо-острого будет в Pro-моделях. Но там будет крайне мало отличий, слухи вводят нас к тому, что датчик приближения сейчас находится чуть ниже, чем этот Dynamic Island. Но в этой версии он будет встроен в Dynamic Island. Так что потихонечку этот островок начинает обрастать какими-то новыми фишками, давайте скажем так. Но размер этого острова, чудо-острого, останется прежним. Здесь, собственно, никаких новых слухов по этому поводу нет. В Америке айфоны продаются без физических i7-карт, и это, на самом деле, такой новый виток до развития смартфонов. Помните, когда MacBook Air нам, собственно, показывали, там не было CD-привода. И все такие, господи, что происходит, где этот CD-привод? И в итоге, посмотрите, сейчас, наверное, нет ни одного ноутбука, в котором есть DVD-ROM, CD-привод и так далее. В общем, здесь может быть такая же история. Тестово проходит все это в США, наверное, сейчас, да, убрали эти физические симки. И есть такое издание французское Mac Generation, которое вбросило такой слух, что модели телефонов, модели айфонов, которые будут продаваться на территории Франции, будут тоже без физических сим-карт. Но эта модель телефона также продается по всей Европе, включая Германию, Бельгию, Швейцарию, Австрию. В общем, все вот эти страны тоже продаются под таким же номерными моделями айфона. И получается, что в этих странах, в Европе, тоже будут без сим-карт. Скорее всего, возможно, так и будет. И от нас просто уберут, не дадут нам выбор, либо с симкой, либо без. Просто скажут, пожалуйста, теперь у нас без сим-карт. И делайте с этим, что хотите. Но я, конечно, здесь не против. Я бы хотел, чтобы они то место, которое освободилось с тем, что они убрали эти симки, они использовали как-то его с умом. Например, воткнули туда больший аккумулятор. Наверное, это было бы интересно. Ну, естественно, новая камера перископа до 10x, зум. Это, конечно, все здорово. Но, опять же, есть инфа, что это будет исключительно только в айфоне 15 Pro Max. А в айфоне 15 Pro будет обычная камера, такая, собственно, как и была всегда. И здесь прямо очень грустно, потому что хочется использовать Pro модели, да, чтобы они были абсолютно идентичны. То есть разница между ними была только там, хотелось бы, по крайней мере, в двух отличиях. Да, это диагональ экрана и размер батарейки. Здесь, в принципе, это все логично. А так, получается, у нас с вами есть iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, которые практически кардинально отличаются в камерах. Я думаю, что владельцы обычных прошек, небольших, не отказались бы от зума. Точнее, не зума, а перископа. Но, опять же, чтобы подстегнуть продажи Max-версии, заработать больше денег, возможно, эксклюзивно это будет исключительно только в iPhone 15 Pro Max. Те фотки, которые делает Samsung Galaxy S23 Ultra, когда фоткают Луну, это, конечно, все здорово, но хотелось бы посмотреть, как это делает, тот же самый будет делать, если он выйдет, iPhone 15 Pro Max со своим перископом. Думаю, будет это очень интересно. Я думаю, что когда выйдет первая бета iOS 17, мы с вами уже больше узнаем какие-то подробности касаемо новых iPhone'ов, потому что по-любому там в коде будут какие-то важные фишки, важные нововведения, которые, в принципе, по логическим цепочкам можно привести к новым iPhone'ам и уже будем иметь такую более плотную картину. Покажут нам его, конечно же, в сентябре, в первой половине, ну а в августе мы уже, скорее всего, даже будем знать, как он будет выглядеть. Абсолютно все утечки соберут, сделают даже, может быть, какие-то 3D-рендеры, на 3D-принтере там напечатают, не знаю, и уже, собственно, буду делать какие-то такие обзоры на новый iPhone, который даже еще не вышел. Так что ждем-ждем-ждем нового iPhone'а, пока ждем. Обязательно подпишитесь на этот канал, потому что у нас здесь все очень интересно. Ну и, естественно, на Telegram я уже об этом говорил. Дальше больше. Всем здоровья. Да пребудет с вами Сила. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok